Добрый день, меня зовут Саакова Елена Викторовна, я многодетная мама, юрист и блогер. Я хочу обратиться к генеральному прокурору России Игорю Краснову, к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину и президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. У нас супруга многодетная семья. На протяжении полутора лет моего супруга, адвоката Саакова Романа Гачаевича, незаконно пытаются привлечь к уголовной ответственности по средней тяжести и тяжкому составу преступлений, которые он не совершал. На протяжении этого периода времени его пытаются всячески дискредитировать, не позволяя осуществлять его профессиональную деятельность и распространяя о нем ложные сведения. Это не история о фактах из жизни отдельного человека. Эта вопиющая ситуация, иллюстрирующая, как любого человека, незаконно могут привлечь к уголовной ответственности в случае, если он будет неудобен, власть имущим гражданам нашего города Саратова. Это касается абсолютно каждого, но обо всем по порядку. При дивлении незаконного обвинения предшествовали следующие события. На протяжении многих лет бизнесмен из города Энгельса по фамилии Джангулян имел долг перед моим супругом Сааковым Романом на момент 25 июня 2019 года в сумме 2 миллиона 500 рублей. 25 июня 2019 года мой супруг совместно с его приятелем Козином Егором находились в городе Энгельсе. В этот момент мой супруг Сааков Роман созвонился с Джангуляном и последний пригласил его в свой офис немного позже того же дня обсудить вопрос возврата долга. Он выразил намерение возвратить часть долга. Джангулян при встрече выразил готовность погасить часть долга, отдав свой автомобиль и 400 тысяч рублей наличными деньгами. Тем временем Козин Егор сообщил, что у него имеется знакомый, который разбирается в автомобилях, занимается их куплей и продажей и предложил в качестве помощи моему супругу воспользоваться услугами данного человека. Козин Егор созвонился с данным знакомым, которым оказался Ульянов, и через некоторое время к офису Джангуляна подъехал Ульянов, которого привез на своем автомобиле Черненко. Он приходился ему близким другом. Джангулян пригласил всех в офис. В ходе переговоров Джангуляна Исаакова должник передал в качестве долга свой автомобиль марки BMW 2010 года, который был оценен в 600 тысяч рублей и 400 тысяч рублей наличными денежными средствами, о чем собственноручно написал расписку. За наличными денежными средствами, которые Джангулян снимал в банкомате одного из отделений Сбербанка в городе Энгельса, он поехал вместе с Ульяновым. Ульянов хотел проверить техническое состояние автомобиля на ходу и Козина. Сразу после возвращения из банка на автомашине Джангуляна марки BMW уехал Ульянов. В салоне автомобиля также находились наличные денежные средства в сумме 400 тысяч рублей, которые Джангулян снял в банкомате и оставил в автомобиле, а также все документы на автомобиль и расписка, которую написал Джангулян. По договоренности с моим супругом Сааковым, Ульянов должен был в Саратове передать оставленные денежные средства в сумме 400 тысяч рублей и 600 тысяч рублей за автомобиль BMW. Однако, спустя около часа после указанных событий, Джангулян, проконсультировавшись со своим приятелем, бывшим сотрудником ФСБ, ныне работающим начальником службы безопасности фирмы Джангуляна, Санниковым Дмитрием Федоровичем, принял решение обратиться в органы полиции города Энгельса с заявлением о якобы имевшемся факте вымогательства у него денежных средств и автомобиля. Так как мой супруг имеет статус адвоката, заявление Джангуляна для проведения дальнейшей проверки было передано в следственный отдел по городу Энгельсу Следственного управления Следственного комитета России по Саратовской области. Несмотря на имевшиеся доказательства наличия у Джангуляна задолженности перед Сааковым, которую он не отрицал при даче показаний правоохранительным органам, и факты добровольной передачи им вышеуказанного имущества, учитывая личное знакомство Санникова с прокурором Энгельса Климовым, к которому мой супруг ранее лично обращался за консультацией к предварительному звонку Санникова, а также с другими высокопоставленными сотрудниками прокуратуры Саратовской области, Пригаровым, Волошенко, Минеевым, по результатам проведенной проверки следственным отделом по городу Энгельсу возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст. 163 УК РФ. Используя этот факт, Ульянов и Черненко отказались передавать моему супругу Саакову денежные средства, переданные ему Джангуляном, а также вырученные от продажи автомобиля последнего, мотивируя это тем, что Сааков подставил их. Они вынуждены являться в следственный отдел для разбирательств по заявлению Джангуляна, где, возможно, их привлекут к уголовной ответственности за преступления, которые они не совершали. С этого момента Козин, Ульянов и Черненко, действуя по указанию определенных лиц из числа представителей власти, которые создали историю совершения моим супругам преступления, стали осуществлять действия, направленные на провокацию моего супруга Саакова. Разговаривая с ним, в ходе телефонных разговоров и при личной встрече, они пытались вытянуть из моего супруга слова о том, что денежные средства, которые он намерен получить от них, являются неденежными средствами, переданные Джангулянам в качестве погашения части долга перед ним, перед моим супругом, а их личными средствами, предназначенными для последующей передачи их Сааковым должностным лицам Следственного комитета для решения вопроса о непривлечении их к уголовной ответственности по уголовному делу, возбужденному по заявлению Джангуляна, и осуществляли при этом аудиозапись данных переговоров. И это при том, что никакого уголовного дела в отношении Козина, Ульянова и Черненко возбуждено не было. Однако мой супруг, осуществляя переписки, телефонные переговоры, при мне всегда говорил о необходимости возврата только его личных денежных средств. В один из дней в ходе общения с Козиным путем отправления голосовых сообщений в мессенджере WhatsApp Сааков в очередной раз попросил вернуть ему его денежные средства, хотя бы в части, путем перечисления на банковскую карту. Козин, понимая, что в случае перечисления денежных средств с банковской карты на банковскую карту Саакова будет являться очевидным отсутствием противоправного характера действий Саакова, сообщил последнему о невозможности перечисления денежных средств на карту и попросил моего мужа встретиться и взять часть денежных средств в размере 30 тысяч рублей наличными денежными средствами. Сааков, не подозревая о провокационных действиях Козина, в ходе встречи с ним на территории Кировского района города Саратова взял от него 30 тысяч рублей. 4 декабря 2019 года исполняющим обязанности руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Саратовской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении адвоката Саакова Романа. Согласно фабуле, Сааков совершил покушение на мошенничество, а именно на хищение у Козина, Черненко и Ульянова денежных средств в сумме 900 тысяч рублей, 600 тысяч за автомобиль, 300 тысяч – это часть переданных Джангулянам наличных денежных средств. Козин передавал Саакову ранее 100 тысяч рублей. Из фабулы также следовало, что Саакову удалось завладеть частью денежных средств от указанной суммы в размере 30 тысяч рублей, которые якобы состояли из совместных денег Козина, Черненко и Ульянова, а именно по 10 тысяч рублей. После этого в феврале 2020 года Козин Егор позвонил моему супругу Саакову Роману и при мне приносил ему свои извинения, утверждая, что он не хотел писать на него заявление, и это было сделано под давлением со стороны правоохранительных органов. Он обещал явиться к следователю и дать правдивые показания, обещал возвратить взятые у моего супруга денежные средства и поделенные между ним Ульяновым и Черненко. Козин говорил неоднократно, что заявление о возбуждении уголовного дела было написано задним числом. Этот звонок и его содержание Козин не отрицал и у следователя. Вместе с тем потерпевший Черненко, прибыв в следственный отдел по Кировскому району города Саратова, к следователю Сюсину совместно с адвокатом подтвердил сказанное Козином и в кабинете у следователя перед началом очной ставки заявил, что не имеет претензий к моему супругу, что данное заявление написано под давлением лиц, работающих в правоохранительных органах, и факты, изложенные в нем, не соответствуют действительности. Черненко честно рассказал, что оговорил моего супруга не по своей воле. Однако следователь Сюсин преднамеренно не зафиксировал в протоколе очной ставки данные сведения. Он вообще не стал составлять протокол очной ставки между моим супругом и Черненко в этот день. Сюсин, посоветовавшись с руководителем следственного отдела по Кировскому району города Саратова Сергеевым, принял решение не проводить очную ставку в тот день, а провести ее на следующий день. Следователь Сюсин также подтвердил этот факт при допросе его в качестве свидетеля по уголовному делу, что зафиксировано протоколом и аудиозаписью судебного заседания. Он пояснил, что Черненко ехал с другого следственного отдела и все напутал, и поэтому он не стал составлять протокол очной ставки. Далее предполагаю, что с лжепотерпевшими была проведена та же самая работа, что и перед написанием их заявлений о совершении преступления Сааковым. Их показания были изменены и зафиксированы так, как было удобно следствию. Далее следственным отделом по Кировскому району города Саратова, следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации на протяжении долгого времени велось следствие с обвинительным уклоном, что выражалось в принятии показаний лжепотерпевшими, Козина, Черненко и Ульянова, которые являлись нелогичными, непоследовательными и, очевидно, лживыми. Их показания не согласовывались между собой и с имевшимися в деле аудиозаписями, телефонными переписками. За время следствия потерпевшие неоднократно меняли свои показания 4 или 5 раз. И до сих пор в деле имеются многочисленные противоречия. В уголовном деле следователям Сюсиным были преднамеренно сфальсифицированы протоколы осмотра информации, содержащихся на аудиозаписях, переписки, откуда были исключены конкретные фразы моего супруга Саакова Романа о том, что ему не нужны деньги Козина, Черненко и Ульянова, что он просит вернуть свои денежные средства, а также о том, что Сааков произносит, что следственным отделом по городу Энгельс по результатам расследования уголовного дела по заявлению Джанкуляна указанные лица привлечены не будут, потому что состав преступления в их действиях отсутствует. Также были неосновательно отклонены ходатайства Саакова о проведении лингвистической экспертизы по аудиозаписям разговоров между ними и потерпевшими, а также по телефонным перепискам с ним. На некоторые ходатайства моего супруга Сюсин вовсе не отвечал, мотивируя тем, что никаких ходатайств заявлено не было. Следователь Сюсин на протяжении всего следствия вел себя некорректно, фамильярно и непрофессионально, всячески демонстрируя и не скрывая того, что единственной его целью является быстрая передача этого дела в суд. Другого варианта следствия он не предполагал. Об этом Сюсин также не стесняясь заявил в суде при его допросе в качестве свидетеля. Так Козин представил следствию свой мобильный телефон с частично удаленной перепиской между ним и Сааковым, предварительно удалив сообщения, в том числе голосовые, доказывающие невиновность Саакова, которые зафиксированы у моего супруга в телефоне. После настоятельных требований и подачи соответствующих ходатайств, Сааков и его защитник добились изъятия следователем мобильного телефона моего супруга и осмотра полной переписки с Козином, противоречащей показаниям последнего. Однако сторона защиты так и не добилась от следствия назначения по данной переписке и аудиозаписям лингвистической экспертизы. Обжалование действий следователя в вышестоящему руководству Следственного комитета и в прокуратуру района и области результатов не принесло. Следователь Сюсин неоднократно нарушал процессуальные нормы действующего законодательства. В один из дней в июле 2020 года моему супругу стало плохо на фоне длительной стрессовой обстановки, что зафиксировано в его обращении в медицинское учреждение. Однако Сюсин сказал, что данный факт не может помешать ему ознакомиться с делом. В тот момент, когда мой супруг после приема лекарств уснул, Сюсин явился к нам домой и в ходе телефонного разговора со мной оскорблял моего супруга и даже зная наличие у нас малолетних детей, говорил мне, что нужно мне развестись с моим супругом и поливал его грязью. На протяжении следствия руководства Кировского следственного отдела в лице Сергеева всем адвокатам моего супруга настоятельно рекомендовали не защищать его, говоря, что его дело в любом случае будет иметь результатом обвинительный приговор. Более того, несколько адвокатов отказались оказывать свои услуги, сообщив моему супругу, что властные правоохранительные органы настоятельно просили их не влезать в это дело, намекая на возможные неприятности для них. Более того, в руку друзей моего супруга распространяли недостоверные сведения о том, что он якобы является агентом ФСБ и действует под прикрытием. 18 июня 2020 года Саакова предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 3 статьи 159 Уголовного кодекса России, из которого следовало, что принятые им 30 тысяч рублей, являлись частью от общей суммы 900 тысяч рублей, которые он намеревался обманным путем похитить у Козина, Черненко и Ульянова, но не довел свой умысел до конца. Впоследствии 29 июня 2020 года исполняющим обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области возбудили в отношении Саакова еще одно уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Из постановления о возбуждении следовало, что Сааков совершил оконченное преступление, приняв 30 тысяч рублей, чем причинил Козину, Черненко и Ульянову сложившимся по 10 тысяч рублей значительный ущерб. Данное уголовное дело было соединено с первым уголовным делом. 6 июля 2020 года Саакова предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренных частью 2 статьи 159, частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. И в тот же день в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Моему супругу ограничили срок ознакомления с уголовным делом. При этом следователь не предоставлял до последнего весь материал для ознакомления, о чем мой супруг сделал пометку при ознакомлении. После ознакомления моего супруга Саакова и его защитника с материалами уголовного дела оно было направлено в прокуратуру Кировского района города Саратова для проверки в порядке надзора, также с многочисленными процессуальными нарушениями. Так, моему супругу не разъяснили его права. При составлении протокола он не присутствовал и его защитник также. И на видео следователь зафиксировал свое собственное нарушение прав моего супруга и бесчеловечные отношения. Несмотря на многочисленные противоречия в показаниях потерпевших, несоответствие их имеющимся материалам в деле аудиозаписям и видеозаписям, неполноту следствия, выразившуюся в непроведении ряда экспертных исследований и следственных действий, необходимых для установления истины по делу, а также закрывая глаза на многочисленные нарушения процессуальных прав Саакова, прокурором Кировского района города Саратова Пригаровым Андреем, действующим по всей видимости по указанию областной прокуратуры, утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд. В настоящее время, несмотря на то, что в суде стороной защиты указано на искажение следователя информации, имеющейся в аудиозаписях и мобильных телефонах, а именно на имеющиеся конкретные фразы Саакова о том, что уголовное дело, возбужденное по заявлению Джан Куляна, подлежит прекращению в связи с отсутствием состава преступления, а также о том, что ему не нужны личные деньги Козина, Черненко и Ульянова, а он просит вернуть принадлежащее ему денежные средства, представителям прокуратуры Кировского района города Саратова продолжается поддерживаться обвинение в суде, и они настаивают на виновности Саакова. При этом в суде очевидно, что все участники процесса понимают, что происходит, но не хотят или не могут действовать по закону. Следователь Сюсин при допросе в суде подтвердил факт того, что потерпевший Черненко говорил в следственном отделе о том, что они оговорили Саакова и сделали это под давлением, и признал факт того, что он, как следователь, осознанно, преднамеренно, исходя из личных убеждений, не зафиксировал данный факт. Сюсин также пояснил в суде, что еще до очной ставки и до проведения расследования был уверен в необходимом следствии в исходе данного дела. Он предпочел воспользоваться 51 статьей Конституции и отказался свидетельствовать против себя самого, что является нонсенсом, ибо следователь не имеет права отказаться давать показания. Далее пытался аргументировать свой отказ уже статьей 56 Уголовного процессуального кодекса, что также не дает ему права не свидетельствовать. Тогда он предпочел не помнить тех фактов, которые подтверждают многочисленные нарушения закона. Вопрос. Как такой сотрудник с таким уровнем образования, морального и социального воспитания с такой короткой памятью и таким уровнем интеллекта работает в Следственном кандидате России? Суд в последнем заседании сообщил, что если бы мой супруг Сааков в аудиозаписях сказал, что не требует личные средства Козина, Ульянова и Черненко, а требует принадлежащие ему денежные средства, то это доказывало бы невиновность моего супруга. Однако именно эти слова есть в переписках и переговорах с Козином и иными лицами, и все это содержится в материалах уголовного дела. Вообще все дело состоит из двух доказательств обвинения – лживые показания потерпевших и аудиозаписи разговоров. Однако аудиозаписи разговоров доказывают невиновность моего супруга, а потерпевшие заврались до предела. После ознакомления с материалами уголовного дела и снятия копий с имеющихся пределей аудиозаписей, сторона защиты обратилась в государственное экспертное учреждение, где по указанным записям было проведено лингвистическое судебное исследование, согласно выводам которой Сааков в разговорах с Козином, Черненко и Ульяновым не ведет речи о необходимости передачи последними своих личных денег для решения вопроса о прекращении в следственный отдел города Энгельса уголовного дела, а просит вернуть принадлежащие ему денежные средства. Акт экспертного исследования также имеется в уголовном деле. Однако и данное обстоятельство не явилось поводом для отказа гособвинителям поддерживать обвинение. При этом необходимо обратить внимание на характеристику личности так называемых потерпевших. В настоящее время Черненко осужден Октябрьским районным судом города Саратова по уголовному делу. Приговор два года условно по части 4 ст. 159. Ульянов судим за кражу и отбывал срок в колонии. Кроме того, Джангулян является родственником влиятельного авторитетного бизнесмена, который в разговоре с Сааковым угрожал последнему неприятностями, сообщая, что вопрос о привлечении последнего к уголовной ответственности решен им с руководством прокуратуры Саратовской области. Вышеуказанные слова авторитетного бизнесмена подтвердили рядовые сотрудники полиции и Следственного комитета, которые открыто говорили моему супругу о том, что это не их инициатива и ветер дует из прокуратуры Саратовской области. Это и объясняет тот факт, что уголовное дело, по которому Сааков обвиняется дважды за одни и те же действия, состоящее из одних противоречий и ложных сведений, сфальсифицированных предоверенно доказательств и многочисленные отказы следователя на ходатайство со стороны защиты о проведении следственных действий и судебных экспертиз надзорным органам направлено в суд, и в настоящее время по нему поддерживается обвинение. При этом моего супруга Саакова, которого, как и Рубинштейна, хотят осудить и отправить места лишения свободы за преступления, которые он не совершал. Я, будучи юристом, веду правовой блок и ежедневно доношу информацию до сотен тысяч человек об их правах. Я очень поражена этой ситуацией. До настоящего дня я верила, что справедливость восторжествует, и суд, будучи независимым и беспристрастным органом, изучив материалы дела, возвратит его прокурору. Но до настоящего дня это не случилось. Я лично знаю все обстоятельства дела. Я присутствовала при телефонных разговорах супруга. Я изучила все материалы дела и не верю, что такое явное и очевидное нарушение конституционных прав человека может быть допущено. Я хочу верить, что мы живем в правом государстве, где изданные законы исполняются на всех уровнях, и у людей действительно есть права. Ибо если это не так, то ни я, ни вы, ни наши дети не в безопасности. Сейчас эта ситуация коснулась моего супруга и нашей семьи, но ее пример покажет всем нам, защищены ли мы нашими законами, ведь такое может случиться абсолютно с каждым. И, как оказалось, в Саратовской области это далеко не первый случай, когда происходит такой наглый беспредел со стороны правоохранительных органов и областной прокуратуры. Я обращаюсь к генеральному прокурору России Игорю Краснову, представителю Следственного комитета России Александру Бастрыкину, президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, как гаранту Конституции, с просьбой провести проверку материалов данного уголовного дела и устранить допущенные нарушения правовых норм и прав моего супруга, остановить беспредел и беззаконие правоохранительных органов.